Первая победа дома. Хоккейный клуб «Динамо Тверь» выиграл у хоккейного клуба «Номат Нурсутан». Наш телеканал вел прямую трансляцию матча. Как это было, увидите в сюжете с места событий. Матч начался с заметным преимуществом «Белоголубых», которые смогли создать несколько опасных моментов у ворот соперника. «Номат» освоился на площадке к середине периода. Самый острый эпизод возник за пару секунд до сирены. Павел Такченко и Георгий Бусаров оказались вдвоем у ворот гостей. Но Бусаров упустил шайбу. Остается 5, 4, 3. Ну и есть возможность забить на последней секунде. Ну как так? После перерыва «Динамовцы» подняли темп, но вопреки логике развития событий пропустили первыми. Очень хороший соперник. Такой же, как и мы. Игра равная в первом периоде была. Нам надо добавлять броска к поворотам, ловли на себя шайбу и переводить все время, играть вперед, а не таскать шайбу назад. Восемь-то все. По окончанию периода счет 0-0. Чего не хватило вашей команде? Не хватило остроты. Придумываю на последние позиции какие-то передачи. Надо бросать с убойных точек, а не отдавать пасы. Первую шайбу нового сезона на домашней арене оформил Георгий Бусаров. Через полторы минуты Грищенко совершил точный бросок от синей линии, вывел команду Сергея Орешкина вперед. Гости попытались сделать рывок в дебюте третьей 20-ти минутки, однако хозяева выстояли. Для гостей столицы Казахстана игра с «Динамо» стала первой на Тверском льду. На мат абсолютный новичок ВХЛ. Практически каждый выезд – новая точка географии клуба. Игра идет не по нашему сценарию. Мы очень медленно катаемся. Надо больше среднюю зону держать, чтобы соперник не раскатывался. Да, соперник агрессивно играет, но мы должны были играть в свою игру, но получается, что свой пятак проиграли и нам забили голы. «Динамовцы» играли уверенно. Оказалось, что они без особых проблем одержат свою первую победу в основное время. Этого не произошло. На 58-й минуте Степан Александров выбрал идеальный момент для броска с дальней дистанции. Закрытый игроками Тяло не смог среагировать на шайбу. 2-2. Овертайм мощнее провели хоккеисты «Динамо», однако реализовать хотя бы один из созданных моментов не сумели. В серии послематчевых буллитов был забит всего один гол. Тяло отразил все пять бросков, а вратаря соперника переиграл Георгий Бусаров. Таким образом, «Динамо» отпраздновала свою первую победу дома. Следующая игра на льду спорткомплекса «Юбилейный» состоится 19 сентября. Матч «Торпеда» из Усть-Каменогорска начнется в 19.00. Наш телеканал будет вести прямую трансляцию матча. Продолжение следует...